Добро пожаловать на канал о криптовалютах. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, компания Ripple считает, что мы даже не прикоснулись к тому, что будет делать NFT. Энтузиаст XRP Эдвард Форино показал документ, который компания Ripple представила правительству Великобритании. И документ подчеркивает оптимизм Ripple в отношении будущего NFT и партнерства с проектом токенизации углеродных кредитов в Африке. Мы работаем с устойчивой управлением биржи ценных бумаг, работающей в партнерстве с Организацией Объединенных Наций, который разрабатывает решения по углеродным кредитам для выпуска токенизированных углеродных кредитов NFT, пишут в Ripple. И что касается NFT, Ripple считает, что технологии находятся на ранней стадии. На самом деле мы даже не прикоснулись к тому, что будет делать NFT, чтобы делать наши экономические и социальные транзакции цифровыми и более эффективными. И заглядывая в будущее, компания Ripple прогнозирует, что ее XRP Ledger сыграет важную роль в широко обсуждаемой токенизации реальных активов RWVA. От недвижимости до NFT. Все настроено на работу на XRP Ledger. Между тем, документ подчеркивает возросший интерес со стороны правительств и организаций компании Ripple, особенно после юридского решения суда США о статусе XRP как неценной бумаги. А XRP Ledger за последние два года значительно расширил свои функции к дополнительным уже имеющимся. Появилась возможность создания NFT, а в скором времени появится и функция смарт-контрактов. В понедельник XRP Ledger интегрировал в боковую цепь AWM, что, как и ожидается, повысит интерес к блокчейну. Отмечается в отчете AWM-сайтчейн, обличивая разработчикам запуск новых проектов на XRP Ledger. И стоит отметить, что хотя XRP и XRP Ledger часто связаны с компанией Ripple, но компания подтвердила, что реестр работает независимо от Ripple. А от себя хочу сказать, что пока Ripple не прикоснулась к тому, что могут делать NFT, то платформа Magnetic, построенная на XRP Ledger, уже вовсю прикасается и использует свои NFT для того, чтобы мы с вами могли получать увеличенные награды при майнинге полу на платформе, зарабатывая криптовалюту каждый час. Друзья, уже на этой неделе будут запущены глобальные квесты от лучшей платформы на XRP Ledger Magnetic. Команда Magnetic обещает очень большой призовой фонд в XRP. И плюс награды будут еще в NFT платформы, которые будут давать увеличенные награды при майнинге полу на платформе. Также при выполнении квестов, само комьюнити, то есть мы с вами, будем влиять на исход и процесс выполнения квестов. Получается, вовлеченность у всех будет максимальная. И наши итоговые награды в XRP NFT будут зависеть именно от нас. Еще команда Magnetic анонсирует выпуск специальной ограниченной серии NFT, в которой будет всего 15 уникальных отрисованных NFT. NFT в коллекции будет всего трех редкостей. Это эпическая, легендарная и мифическая. То есть это самые максимальные NFT. Данные NFT из лимитированной коллекции будут обладать уникальными свойствами. Так они будут одновременно обычные NFT и NFT для автомайнинга, что очень удобно. То есть имея такую NFT из ограниченной серии, вам нет необходимости иметь NFT для автомайнинга, которые сильно подорожали в последнее время. Также особое внимание, NFT из этой ограниченной серии будут иметь специальную систему цен и продаж. И не только продажи будут за XRP, но также и за токены платформы MAC. Ожидается, что цена на эти NFT будут даже ниже, чем цены на NFT из предыдущих первых серий. Получается, что цена ниже, а свойства будут как у двух NFT. Обычный NFT и NFT для автомайнинга. И скорее всего, более низкая цена на эти NFT будет связана с более высокой роялти, с ее последующей продажей новыми владельцами в будущем. И предварительно, 6 NFT будут проданы за XRP, 6 NFT будут проданы за токены MAC, и 3 NFT останутся для ивентов и мероприятий от платформы Magnetic. Запуск коллекции Magnetic Girls Limited Edition планируется в ближайшие 2 недели. Так что ждем анонса. А для того, чтобы не пропустить квесты с невероятными призами в XRP и NFT, а также уникальную новую коллекцию NFT, то советую обязательно подписаться на русскоязычную телеграмм-группу Magnetic, где новости выходят очень оперативно и где вам всегда ответят на вопросы работы самой платформы. Все ссылки будут в описании к видео. Переходите, изучайте и присоединяйтесь к нам. Также еще одна новость. SBAO Holdings, известная своим партнерством с компанией Ripple, объявила о сотрудничестве с Circle, ключевым игроком в серии финансовых технологий. И эта инициатива направлена на вывод монеты USDC стейблкоина на японский рынок, в соответствии с недавно пересмотренным правилами мифонии в отношении стейблкоинов. Так, SBAO и Circle официально оформили свое сотрудничество. Нашим высшим совместным приоритетом является вывод USDC на рынок Японии в регулированном качестве в соответствии с новыми законами о стейблкоинах, пишет торговодитель Circle Джереми Аллер в своем заявлении. Япония лидирует в регулировании стейблкоинов после принятия в июне закона, направленного на решение ключевых проблем, связанных с обеспечением и стабильностью активов. Этот шаг отличает Японию, поскольку большинство стран все еще разрабатывает свой подход к регулированию стейблкоинов, и решение установить четкие правила для стейблкоинов открыло двери для таких предприятий, как партнерство SBAO и Circle. А участие SBAO Holdings может быть значительным, учитывая обширную финансовую сеть и опыт работы в криптосекторе. А как вы знаете, SBAO Holdings активно продвигает XRP. И в заключении видео еще одна новость. Компания Uphole будет функционировать как поставщик ликвидности Ripple, и роль Uphole будет заключаться в конвертации XRP в фиатные деньги для банковских выплат. И по словам генерального директора Uphole, основное решение Ripple – это предоставить международным компаниям возможность перемешать деньги через границы с помощью XRP. Следовательно, благодаря последней интеграции к компаниям, использующим услуги Ripple, придется открыть счет в Uphole, который будет предварительно профинансирован с помощью XRP. И предварительно финансируемая криптовалюта – это то, что Uphole конвертирует в фиатные деньги при расчете банковских выплат. И этот аспект сделки регулируется, и Uphole будет управлять коридорами Великобритании-Европа, Европа-Великобритания, Великобритания-США и Европа-США на начальном этапе партнерства. И генеральный директор Uphole подробно рассказал о планах своей компании расширить свои услуги на Бразилию в следующем году. Также он выразил энтузиазм по поводу участия его компаний в инновациях, которые используют криптовалюту для решения серьезной проблемы рынка. Он отметил, что Uphole планирует установить предначальный объем ликвидности в размере около 5 миллиардов долларов в год. Также, когда в некоторых частях мира наступит ясность регулирования. По его словам, хотя большинство людей знают Uphole как приложение для розничной торговли, это финансовая платформа Web3, которая уникальна своей способностью выполнять и эффективно перемещать крупные позиции на рынок и с него с минимальным влиянием на цену. Также здесь мы с вами видим реальное применение XRP. И это только начало пути. Спасибо за внимание. Я надеюсь вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok